Несчастный случай со счастливым концом. Неожиданное продолжение получила история, о которой мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. В Невиномыске мужчина на инвалидной коляске упал с моста и чудом не утонул. Ему помог выбраться из воды случайный прохожий. Жизнь была спасена, а вот средство передвижения пришло в негодность. Но благодаря тому, что сюжет попал в эфир своего ТВ, к проблеме подключился Краевой фонд социального страхования и вопрос удалось решить. Анастасия Зубрицкая, которая месяц назад познакомилась со своим героем, сегодня наблюдала за трогательным финалом. Она более маневренная, конечно. Месяц назад инвалид первой группы Юрий Котов и представить не мог, что получит это чудо техники. Предыдущая коляска пришла в негодность из-за несчастного случая. Мужчина хотел сократить путь и переехать канал по этому мосту. На спуске коляска соскользнула, вместе с ней упал воду и Юрий. Единственным очевидцем стал ефрейтор-десантник Олег Момот. Я сразу бросил велосипед, на ходу снял рюкзак, куртку и в одежде нырнул уже. Доплыл до него, достал его чуть дальше в воде. Достали его, но он бедный плачет. Коляска, на коляску, документы в коляске были. Вы за свою жизнь не боялись? Да нет, я больше о спасении. Я-то здоровый, я человек вижу на инвалидном кресле, сразу как он выплывет, мысль, как его надо спасти побыстрее. Об этом думаю. О проблеме инвалида мы сообщили в Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования. Специалисты сразу же выехали на место. Я рассчитывал, вообще-то, на новые аккумуляторы. Уже хотел ехать в службу, но они сами приехали. Даже они приехали в этот же день, сразу после ВАЗ. И сразу же начали оформлять все, документы. Восстановить коляску не получилось, однако сотрудники отделения Фонда нашли выход и купили новую. Нужно каким-то образом, да, осторожнее немного и в использовании, и в своих, скажем так, действиях. Я желаю души, чтобы эта коляска прослужила вам весь срок службы, который ей положен, чтобы она без потерь, без ремонта, без каких-то сбоев работала. На праздник домой к Юрию Котову приехал и глава Невиномыска Михаил Мининков. Руководитель Фонда на сегодняшний день оперативно отработал. Ему большое спасибо. И знаю, что такие мероприятия сегодня не единичные. Это в нашей стране поставлено достаточно профессионально. Ну, есть еще над чем работать. Глава города поздравил спасенного и поблагодарил маму-спасателя Антонину Момот. Поступкам сына, говорит женщинам, гордится вся семья. Вырос такой хороший мальчишка у меня. Всегда готов помочь всем. Я думаю, в любой ситуации он бы, не раздумывая, помог бы другим. Сам спасатель приехать не смог и за службом. Однако слова благодарности и награду молодой человек получил прямо в военной части. Поздравляю тебя, Олег. Спасибо большое. И поздравляю команду, и родителей, Олег. Накануне Дня защитника Отечества сотрудники регионального отделения Фонда социального страхования приехали наградить героя в десантно-штурмовой полк. Очередной раз мы видим примеры мужества, примеры замечательного поведения, реакции наших земляков, наших мужчин, защитников. Ну и, конечно, хотелось бы обратиться ко всем нашим жителям Ставропольского края. Берегите себя, берегите здоровье, берегите своих близких. У этой истории действительно получился счастливый финал. Спасатель получил признание, спасенный новую коляску и важный жизненный опыт. Новая коляска еще мощнее предыдущей. Теперь у нее не 5, а целых 7 скоростей. Юрий обещает, что теперь маршрут будет продумывать заранее, а короткую дорогу объезжает стороной. Анастасия Зубрицкая, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.